Угонщика Дмитрий Горяев предупредил красноярцев о появлении в сети подделки под официальный сайт ведомства. В рекламе и ссылке указано «Роспотребнадзор Красноярск – юридическая консультация». На самом деле никакого отношения к Роспотребнадзору сайт не имеет, он рекламирует услуги юриста. Поскольку такая нечестная реклама может ввести людей в заблуждение, антимонопольщики написали жалобу. 29 килограммов конопли нашли у жителя края полицейские. Дурман траву он насобирал в полях рядом со своей деревней Большая Ирба. В итоге следователи изъяли 8 мешков. И хотя заготовщик уверял, что все исключительно для личного пользования, на него завели уголовное дело. В специальном мобильном приложении от СГК больше не будут отображаться предварительные расчеты за воду и тепло. Раньше цифры появлялись сразу после подачи показаний. В январе красноярцы были шокированы ими. А СГК пришлось пояснять, что считали, исходя из средних данных, и после перерасчетов все поменяется. После скандала приложение и вовсе отключили. Сейчас оно работает по-новому. Чтобы не путать людей, теперь суммы появятся в телефонах пользователей только после всех подсчетов. Рособорнадзор подсчитал, какие экзамены будут сдавать школьники в этом году. Рекордсмен по-прежнему ЕГЭ по обществознанию. Для поступления в ВУЗы он нужен почти половине школьников. Новый лидер — информатика. Ее выбрали четверть выпускников. А когда-то она была самым непопулярным предметом. Далее идут биология и история. А на пятом месте — физика. Ее сдают меньше, чем в прошлом году. Значит, не зря, говорят эксперты, государство озаботилось повышением качества преподавания этого предмета в школах. Физика нужна для подготовки инженеров, которых остро не хватает в стране.